Здравствуйте, с вами программа гипотезы, я Лилия Ильикова. Мы сегодня продолжаем тему европейских исследований и последствий миграционного кризиса. И сегодня с нами будет наш коллега из Финляндии, доцент университета Восточной Финляндии, директор магистрской программы по границам Border Crossings, Пол Фраер. Привет, Пол. Здравствуйте, спасибо. Пол, расскажи, пожалуйста, каким образом вообще в Финляндии был заметен миграционный кризис 2015 года и есть ли какие-то последствия сейчас, либо это уже совсем не проблема? Ну, как и в всех странах Евросоюза, но в Финляндии тоже получил небольшую группу беженцев в 2015 году, а в Финляндии всего 32 тысячи, тысяч, тысяча, ну, в 15-м, потом в 16-м меньше, 6 и в прошлом году даже, но меньше. Ну, было два, но две линии, которые эти два маршрута маршрута, да, но самое главное было через Швецию, но как балканский, балканский маршрут в среднюю в Европу, потом через, ну, Германию, Данию, Швецию и через, ну, ну, у нас граница с Швецией. Так, они приехали из севера. И, как сказал, большинство, ну, больше, чем 30 тысяч приехали отсюда. Но потом небольшая, небольшая группа тоже приехала в Финляндию, но через Россию. Российский, российская линия, маршрут. Это второй маршрут, да? Это второй. Первый, это балканский, через Швецию. Да. Те, кто не остался в Мальме и поехали дальше. И второй через Россию. Да. Окей. Да. И, ну, большинство, которые приехали в Финляндию, они из Ирака, но примерно, ну, точно не вспомню, но примерно 60 тысяч процентов. 60 процентов из Ирака. И потом из Афганистана, ну, 25 процентов, и остальные из разных стран. Из Сирии, ну, как, не очень, но процент два-три. Потом из Африки, из Сомалии, из Эритрии, да, Нигерии и из других стран. Я помню из прошлого нашего с тобой разговора, что был такой интересный велосипедный маршрут. Ну, то есть, не то чтобы он был интересный, но это такая вещь очень показательная, и, может быть, не все просто про нее знают. Можешь немного рассказать? Ну, что это было? Ага, так, в октябре 15-го года, как называется, северный маршрут. Ну, начало процесс, ну, как, что мигранты, беженцы приехали в Норвегию из России, из Мурманской области. В октябре, то есть холодно уже. Это уже холодно, но это север. А и на несколько, ну, по-моему, две или три недели пять с половиной тысяч беженцев пришли в Норвегию. Но для норвежцев, ну, на юга у них тоже, так, ситуацию с мигрантами. Они, ну, через Балканского, в Балканах. И, ну, на севере, ну, никого не ожидал беженцев. Так, это была очень интересная ситуация, потому что, по закону между, ну, как я понимаю, это договор между Россией и Норвегией, и тоже Финландией, что можно пересекать границу только на, ну, как слово, не только машина, но такая, как инструмент транспорта. Либо машина, автобус или велосипед. Я видела такой был репортаж, как раз, примерно того же времени, о том, как покупают старые, совсем ржавые машины, опять же, в Мурманской области для того, чтобы на них переехать уже в Финляндию или в Норвегию. Да. И причем там люди ехали в багажнике, по десять человек в одной машине. То есть это какие-то особые соглашения были? Ну, как, даже по договору это, ну, не официально написано, что можно на велосипеде, но только, ну, как слово, vehicles, как по-русски, но не только машины. Транспортные средства, правильно. Транспортные средства, да, окей. И, ну, российские, ну, офицеры, ну, пограничные офицеры, они считали, что можно включить велосипед на, ну, как транспортные средства. И вот, Норвегия, они очень быстро закрыли границу, ну, как, 2-3 недели, и все. В конце октября. Ну, да. Из Мурманска в Норвегию. Да, ну, в октябре, может быть, в начале ноября, я тоже не помню. Ну, там совсем не тепло. Да. И потом, ну, конечно, если одна граница была закрыта, потом беженцы, они нашли, они нашли вторую границу. Это финская, российская граница. Так, в кон... Ну, это уже было в ноябре, в декабре. Холодно, там снег. Так, от, ну, мало приехали, она приехала. Но все равно в пятнадцатом году тысяча беженцев, они в Финландию. И потом в январе-феврале, ну, шестьсот, восемьсот, семьсот, не помню точно. И в Финландии была, ну, огромная дискуссия, и, ну, как... Скандал, потому что они, ну, финское, финское государство, они думали, что у них, у нас был договор с российским государством, правительством, чтобы, ну, просто это не было возможно, что на велосипеде. И сразу, как... Наш президент, он, он очень быстро организовал встречу с вашим президентом. И в марте они встретились, и через несколько дней тоже финская, российская граница была закрыта беженцам. Потому что, что финская страна была против того, чтобы приезжали на велосипедах именно, или чтобы приезжали беженцы? Так, финское правительство не было совсем доволено, потому что, с одной стороны, ну, это новый фактор кризиса в Финландии. Мы получили очень много беженцев, но Финландия — это историческая страна эмиграции, не эмиграции. Больше... Больше выезжающих? Уезжают, да. В Финландии они по миру, особенно в Америке, в Канаде, в Астралии. Но люди, которые приехали, очень мало. Всего в Финландии есть только 4% иностранцев. Вообще? В Европе это почти ничего. И 60% этого доля — это из других европейских стран. Так, значит, всего 40% из... То есть близкие? Да, близкие, да. Это европейские. Даже потом из 40%, ну, 40% может быть половина из России. Это не Евросоюз, но все равно европейская страна. Так. А потом есть... Финское правительство считает, что Россия — это как безопасная страна. что если беженец приехал в Россию, то он уже находится в безопасности. Надо получить статус беженца в России. И Финляндия была очень, ну, боялась, что Россия будет такая транзитная страна для беженцев. Что много... Ну, когда уже маршрут через Балкан был закрыт, потом новый поток в Европу приехал бы через Россию. Но так не сбылось. Ну, вот, но вот требование там, что Финляндия, что будет такая новая нестабильная граница. А откуда было больше? Из Финляндии или из России приехал одномоментно? Из, ну, как, ну, это финская... Ой, из Швеции, извини, из Швеции или из России? Из Швеции, конечно. Но все равно... Но опасались все равно, что из России будет волна. Ну, конечно, отношения между Финляндией и Швецией очень, очень близкие. И шведское правительство очень часто, очень, ну, как... Все информации они сказали, финское правительство. Так это не было. Финляндия была уверена, что ситуация в Швеции будет стабильная. Но с Россией не совсем. Да, между тем, по-моему, именно в Швеции сейчас наибольший процент как раз иммигрантов на душу населения, да? Да. Если соотношение смотреть, и ехали больше. Ну, окей, переживали, так переживали. Но велосипедный маршрут прекратился, и как бы транзит из России не оказался таким, как вы ожидали. Это все верно? Да. И теперь нет рынка для велосипедов в Мурманске. Ну, тем более, что там очень ограниченный сезон, когда можно велосипедами пользоваться. У нас очень много лишних старых. Велосипедов? Да. Понятно. Хорошо. А как принимали беженцев, вот именно тех беженцев, по поводу которых были опасения, как их принимали в Финляндии? Ты рассказывал, что была такая традиция, да, помощи бедным и обездоленным, именно финская такая специальная. Угу. Есть контрадикции, что, с одной стороны, да, есть как либеральные традиции, как социально-демократические традиции, помощь, ну, бедным. И очень много в Финляндии и по Скандинавии, они считали, что вот здесь, ну, приехали бедные и надо им помогать. Да. Но, с другой стороны, да, с другой стороны, конечно, много, были совсем другие традиции и культуры, которые, ну, не… Не совмещались? Не встретились в Финляндии. Угу. Ну, как сказал, как страна, это всегда была страна эмиграции, выезжающих. И тоже большинство эмигрантов, они из Европы, ну, может быть, православные или католики, но все равно европейцы. Ну, то есть все-таки напряженность именно по отношению к инокультурным эмигрантам бывает. Культурным, и, ну, конечно, есть тоже, надо сказать, что излимофобия тоже существует. Угу. А, здесь, в Финляндии. И экономика в Финляндии не очень, ну, в 2015 году не была очень сильной. Угу. А без рабочих, это очень высокая активность. То есть были опасения, что такое количество эмигрантов просто тяжело будет прокормить? Очень. Ну, ну, прокормить не или просто, ну, например, центры для беженцев. Где, кстати, они размещались, как правило? В Финландии до кризиса, наверное, существовало два или три. Всего? Да, но очень мало, очень мало. И во время кризиса финское правительство на аренду все старые гостиницы или школы. Или они искали место жительства. А школы-то как? Они закрывались, что ли? Ну, старые школы. Закрытые же? Да, в деревнях. В сельской местности? В сельской местности, да. И, конечно, в сельской местности, но когда стоили 200 людей из Ирака... На какое количество финнов самих? Ну, может быть, да, трудно сказать. А как? В стране? Не-не-не, ну, в деревне, да, туда привезли 100 человек из Ирака. А сколько там финнов было? Да, ну, может быть, да, 200, 500, ну, кто знает. Ну, такое соотношение уже под вопросом. Это было очень тяжело, но, конечно, не везде, и даже существуют такие центры, тоже в крупных городах. И теперь большинство этих центров, они сейчас остались в городах, потому что это просто, это проще, чем сельских местностей. Ну, да, ну, к сожалению, не все финны были довольны, и тоже у нас проблемы с расизмом. И, ну, наверное, ну, я знаю, что раньше мы говорили про, ну, как движение или неформальные организации, как называется, солдаты Одина. Один – это тот самый Один мифический. Да, мифический, это, скажем так, герой войны и… О, забыл, это войны и что… Я думаю, что дети отлично знают, кто такой Один. Но не самый… Это популярный герой в играх. А, окей, ну, он очень строгий. Да, скандинавская мифология. Скандинавская мифология, она вообще стала популярна там в последнее время. Да, ну, это была неформальная организация из… Солдаты Одина. Да. Организация основана на севере Финландии, ближе к границе, к шведской границе, когда все беженцы… Шли оттуда. Да. Они организовали, ну, такие… Ну, они с шествиями ходили, я помню, показывали их манифестации. Ну, да. А какие лозунги были у солдат Одина? Ну, много… Я не знаю, если у них, ну, как, один лозунг. Может быть, ну, конечно… Ну, конечно… Они всегда говорили, что надо защищать финнами. Да. Угу. А… Особенно женщины. А… Они организовали на улицах такие… Как патрул. Они сказали, что это не было проблемой. Конечно, есть примеры… Нехороших… Говорят, что… Из всех преступных… Ну, криминальных событий, которые включают беженцев… Угу. …были против… Ну, друг другу. Ну, да. То есть, имеется в виду, что большинство преступлений и каких-то правонарушений… …совершается среди эмигрантов самих. То есть, они между собой. Не по отношению… …к финнам. Ну, да. Потому что им очень тяжело жить, ну, в центре беженцев. Угу. Они без работы. Без… Ну, что… Что там? Ничего. Они ждут решения… …эээ… …вопрос статуса беженца. Надо долго ждать. А сколько месяцев занимает процесс? Ну… …зависит. Потому что… Ну, зависит от… …от… …страны. Если человек приехал из… …из… …сирии, но… …это… …быстрее. Но если из Ирака… …сожалению… …ну, по-моему… …сожалению… …аээ… …финское правительство считает, что… …теперь… …Ирак… …и… 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 …насты… …страны… …где… …правительство… …Ирак… …и… …но более-менее… …держит… …но… …но… …стабилность. И если они едут из страны, в которые в данный момент не идет непосредственно война, то они не могут претендовать на получение удержища. Точно. Точно. И если… …ну… …теперь в Евросоюзе они хотят составить единый список… …безопасных и опасных стран. Ага. Потому что… …как я понимаю… …как один пример… …в Франции… …в Франции… …можно получить статус… …если человек из Ирака… …но из Финландии… …в Финландии это невозможно. Угу… …так… …если… …беженцы… …но человек из Ирака… …лучше ездить в Францию… …потому что… …возможно получить… …потому что… …правительство Франции… …не считает… …Ирак… …безопасный. Ага. То есть это пока на усмотрение правительства каждой страны… …да… …да… …сложная практика… …это очень сложно, да… …у нас нет… …едины… …эти… …эти… …единых критериев… …да… …и единого списка… …эти пространства… …нет… …как правого… …пространства в Европе… …сожлению… …пока нет… …но… 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 …они долго… …им надо долго работать… …нах… 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 …ых… Да. Эта программа находится и в кафтере географии, и истории, и тоже социологии. И так, ну, конечно, эти вопросы гендера или культуры, или возраста, или как, они там больше посмотрят на эти границы. И у нас географии потом больше. А много человек обучается на этой программе? Много студентов? Много, но не много. Ну, может быть, 10, 10 в году. Нормально. Достаточно. Окей. А магистрские программы, они большими не бывают? Ну, наш, ну, как, наш университет небольшой, так. А сколько, кстати, в университете у вас студентов? Ну, всего есть 15 тысяч, но у нас два кампуса, и примерно 7500 в каждом, в кампусе, в каждом городе. Один в Йонсу, а другой? В Куапе. А какой ближе к границе? Йонсу. Йонсу. Да. И программа находится в Йонсу. Именно поэтому. А есть русские, российские студенты, которые приезжают? Да, да. И даже из, ну, сейчас у нас одна девушка из Казахстана. Спасибо. С нами был доцент университета Восточной Финляндии, директор магистрской программы по границам Border Crossings, Пол Фраер. Спасибо, Пол. Ну, спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова